Всем привет, это Руслан Левеев и новая сводка с войны. На этой неделе ожил тот участок фронта, который был тихим с 2014 года. Это Торецкое направление в Донецкой области. Российские войска пошли в атаку, смогли подойти к посёлку Пивничное, а также захватить крохотный посёлок Шумы. Нужно понимать, что даже в довоенные времена Шумы представляли из себя несколько домов, в которых, по переписи 2001 года, проживало 95 человек. Всё это сопровождается применением артиллерии и авиабомб по населённым пунктам, находящимся вблизи линии соприкосновения, таким как город Торецк и посёлки Пивничное и Нью-Йорк. В результате этих ударов за последние пару дней погиб один человек, а ещё двое получили ранения. Если почитать сейчас пророссийские около военные телеграм-каналы, то они пишут, что атаки на этом направлении позволят захватить город Торецк, после чего выйти на Константиновку и тем самым нарушить украинское снабжение на ненедельском направлении. Звучит логично. Примерно как атака на Сумскую область для отвлечения части украинских сил. К слову, помните, как об этом много писали? Прямо-таки анонсировали повторение Харьковской операции, только в Сумской области. В итоге дело ограничилось одним коротким роликом анктыровцев, где они передвигались по приграничному посёлку, название которого мало кто из вас сейчас вспомнит. Чтобы понять мой скептицизм, достаточно посмотреть на карте два участка местности. Первый — это Черезинское направление. Здесь российские войска уже находятся в Новоалександровке, и от трассы их отделяет только посёлок Воздвиженка. Даже если просто померять линейкой, то до трассы меньше 10 километров. И тем не менее, на прошлой сводке я говорил вам, что по моим ожиданиям российские войска смогут подойти к трассе, ну, может, там к концу лета. А теперь сравните этот участок местности с Торецким направлением. Там от российской позиции до Константиновки все 20 километров. И на протяжении этих 20 километров полно населённых пунктов, в том числе город Торецк. Поэтому все эти обещания выйти в Константиновки звучат чересчур амбициозно. Больше похоже на то, что в условиях достаточно стабильного фронта российские войска пробуют атаковать где-нибудь ещё. Чтобы, если где-нибудь получится, то перевести основное внимание на новый участок фронта. Ровно неделю назад в Швейцарии прошёл саммит мира. Закончился он довольно беззубым заявлением, в котором было причислено три пункта. Запорожская атомная электростанция должна находиться под контролем украинских властей. Второе. Должен быть обеспечен доступ к портам в Чёрном и Азовском морях. И третье. Все военнопленные должны быть возвращены. И хотя Россия не была приглашена к участию в этом форуме, в каком-то смысле она поучаствовала в нём. По крайней мере, Владимир Путин не оставил это событие незамеченным и выдвинул свои условия для начала участия в переговорах с Украиной. А именно, Украина должна вывести войска со всей территории четырёх регионов, то есть Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, и отказаться от вступления в НАТО. Пусть он подчеркнул, что войска должны быть выведены со всей территории четырёх регионов, а не только их оккупированных частей. Что должны делать граждане Украины, например, в городе Запорожье, где же сиська армяния никогда не была, он не пояснил. Видимо, подразумевается, что люди, которые родились и поколениями жили в этом городе, должны просто собрать вещи и уехать, потому что Путин решил, что теперь это наши. Также он подчеркнул ультимативность этих требований, сказав, что если их не примут сейчас, то в следующий раз они будут уже совсем другими. Главный вывод, который мы здесь можем сделать, это то, что переговоры сейчас невозможны. Не то чтобы это стало сюрпризом, но, на мой взгляд, было важно показать мировой общественности, что призывы к переговорам сейчас бессмысленны. А если не переговоры, то, опять же, цитируя Путина, постепенное выдавливание. С теми самыми темпами в виде концу лета дойти до трассы, соединяющей Покровск и Константиновку. Но и тут есть проблема, помимо темп. Техника-то не бесконечная, а оборонка не успевает. После поездки Ким Чан Ина в Россию в сентябре 2003 года настало время для ответного визита. В ходе своего визита Владимир Путин подписал с Ким Чан Ином договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ на долгие года вперед определяет взаимоотношения двух стран. Согласно договору, если одна из стран столкнется с агрессией, то вторая придет к ней на помощь. Я слежу за тем, как на этот визит отреагировали по разной стороне Атлантического океана. И американское освещение визита довольно заметно отличается от европейского. До американского я еще дойду. А вот что касается европейского, то всех, конечно, интересует, чем еще сейчас Северная Корея может помочь России в ее войне против Украины. Артиллерийские боеприпасы она и так уже давно поставляет. Баллистические ракеты также поставляла, хотя достаточно давно не было слышно об их применении. Не знаю, с чем это связано. Может, вносит какие-то изменения. Может, просто закончилась поставленная партия. На наш взгляд, самое заметное, чем КНДР могла бы помочь России прямо сейчас, это артиллерийские стволы. Если вы делаете из гаубицы, самоходной артиллерийской установки или танка тысячи выстрелов, то ствол постепенно изнашивается. Это влияет на точность стрельбы, а впоследствии может привести и к разрыву ствола. Производство артиллерийского ствола – задача очень сложная. Его нельзя сварить из нескольких кусков, он всегда делается из единой заготовки. А потому и станки для производства очень специфичные и сложные. Они не имеют гражданского применения. И нельзя просто взять и перепрофилировать какое-нибудь металлургическое предприятие под производство стволов. По крайней мере, если у вас нет станков. Много десятилетий подряд у России не было потребностей в большом количестве артиллерийских стволов. Да, артиллерия применяется против Украины еще с 2014 года. Да, Россия использовала артиллерию в Сирийской войне. Но до 2012 года темп стрельбы был совершенно несущественный. Поэтому многие предприятия, которые в советские времена производили артиллерийские стволы, либо перешли на другую номенклатуру, либо просто закрылись. Последние два года Россия обеспечила перестволовку орудий за счет накопленных резервов. Если вы посмотрите тренды различных исследователей, которые изучают спутниковые снимки с мобилизационными резервами России, то вы заметите много баз, где есть техника без стволов. И это как раз потому, что он был снят и отправлен на фронт. Но и такие резервы постепенно кончаются. Так мы и оказались в ситуации, когда для того, чтобы получить сложную в производстве специфичную вещь, Россия вынуждена обращаться за помощью к Северной Корее. Не знаю, смеются ли над этим искандеры, но это Россия образца 2024 года. А что Россия могла бы дать Северной Корее? Ну, помимо продовольствия, нефти, которую она и так подает, помимо космических технологий. Ведь у России свои вооружения теперь в дефиците. Тут мы давайте перейдем к реакции американских экспертов и СМИ на визит Путина в КНДР. Я почитал несколько заметок в крупных американских изданиях и должен сказать, что они как-то совсем не рассматривают этот визит в контексте российско-украинской войны. Главный вопрос, который их беспокоит, это угроза США. Высказывается мнение, что Россия может дать Северной Корее что-то такое, из-за чего ракеты Ким Чен Ына с ядерными боеголовками смогут достигать территории США и преодолевать ее противоракетную оборону. Горькая правда для американцев заключается в том, что России не требуется давать Корее чего-то такого, чтобы ракеты последние долетали до условного Вашингтона. Они уже способны долетать и преодолевать американскую противоракетную оборону. В частности, у КНДР есть ракета Хван Сон-17. О ее разработке писали многие, в том числе американские эксперты. Ее демонстрировали на парадах. И вот она способна долетать до территории США. Что касается технологий преодоления противоракетной обороны, то они не такие уж и сложные. Если говорить упрощенно, утрированно, то берете фольгированный воздушный шарик, сворачиваете его в рулон, засовываете в него пиропатрон и ставите его в ракету. Для таких еще 100 штук. Затем, когда ракета летит в космосе, открывается ее обтекатель, выстреливаются пиропатроны и надуваете эти воздушные шарики в коническую форму, максимально похожую на боеголовку. В итоге на радарах системы ПРО у вас не одна цель, а 100 похожих друг на друга. И вам надо угадать, какая из них настоящая. И это только в случае одной ракеты. А если пустить сразу с десяток ракет, то, может, часть какая-то все же будет перехвачена, а остальные все равно долетят до того же Вашингтона или Нью-Йорка. Сложно представить, что Ким Чен Ын сам будет первым нападать на Америку. Но силы, ракеты и технологии для ответного удара у него есть уже сейчас. Так что ничего качественного нового в контексте стратегического ядерного оружия Россия до Северной Кореи не может. Многие пророссийские телеграм-каналы с гордостью отрапортовали, что на фронте российская авиация впервые применила трехтонную авиабомбу ФАП-3000 с комплексом универсального модуля и планирования коррекции авиабомб. Опять-таки, как и с прочими применениями Россией бомбами, здесь просто взяли старую модель, приделали к ней раскрывающиеся крылья, приделали оборудование для наведения на цель и условно презентовали. Полезности таких бомб сомневались даже российские военные блогеры еще несколько месяцев назад. Каждое оружие имеет свое нише применение, и трехтонные бомбы подходят скорее для таких узкоспецифичных задач, как уничижение мостов, а не удары вдоль линии фронта. Тем более, что используемые российской авиацией бомбардировки Су-34 способны нести только одну трехтонную авиабомб. Тогда как полуторатонные способны нести сразу три штуки. Так что я бы сказал, что эта новость скорее демонстрирует чьи-то комплексы. Наладить систему познавания свой-чужой мы не можем. Зато у нас бомбы самые большие. Наверное, свое мнение по поводу таких новостей есть у жителей Белгородской области. Ведь только за последние четыре месяца Россия уронила больше ста авиабомб на территории Белгородщины. И некоторые из таких случаев приводили к трагедиям с гибелью гражданского населения. Кстати, говоря про систему познавания свой-чужой. Как раз в эти дни произошел очередной случай дружественного огня российского ПВО. Произошло это все в воздухе над Крымом. Украинская страна предприняла одновременную атаку и безэкипажными катерами по воде, и бесплотниками по воздуху. Для отражения атак безэкипажных катеров, или как их называют, бэков, используется вертолетная авиация. А атаки с воздуха отбивает систему противовоздушной обороны. И вот одно пересеклось в воздухе с другим. По предварительной информации, российский зенитно-ракетно-почечный комплекс «Панцирь» сбил российский вертолет Ка-29, который, видимо, был занят отражением атаки бэков. Есть информация о четырех погибших членах в экипаже. Подождем некрологов. Еще одна тема, которую я хочу коснуться в контексте Белгородской области, являются срочники. Весенний призыв все еще идет. И чем ближе к дедлайну, то есть 15 июля, тем жестче становятся меры региональных властей по набору срочников. Я много раз говорил, что в нынешние времена прохождение срочной службы, что бы вам там ни говорили военкомы, тоже смертельно опасно. Из Препского края пошла новость про 19-летнего Александра Русакова. Его призвали на службу осенью прошлого года. То есть вот буквально в октябре его должны были уволить в запас. Поначалу все шло хорошо. Служил в Оренбурге. Но весной его отправили на службу в Белгородскую область. Которая, напомню, с точки зрения российских властей, не является зоной боевых действий. В мае Александр перестал выходить на связь. А в июне родственники Саши узнали, что он погиб. Попал под обстрел. Это далеко не первый такой случай. И уж точно не последний. Многих срочников продолжают преднуждать подписывать контракты, чтобы их можно было отправить не просто в приграничные районы, а непосредственно на войну. Регулярно всплывает история смертей срочников в войск и частях, которые выставляются за самоубийство. Повторю свою мысль. Никакие гарантии военкомов и региональных властей не спасут вашего сына от отправки в ту же Белгородскую область. Служба призыва в данный момент смертельно опасна. К слову, показательное состояние морального духа российских солдат на фронте. И это проявляется, например, в подборке видеозаписи самоубийств российских солдат на фронте, который составил один из украинских исследователей. Я крайне не советую вам смотреть эту видеоподборку. Просто озвучу цифру. 65. 65 случаев самоубийств. И это только то, что попало на кадры беспилотников. Наша команда внимательно следит за потоком информации с обеих сторон. И признаю, что мы не видим аналогичного потока самоубийств с украинской стороны. С чем это может быть связано? Я считаю, что причинам тут две. Первое. Это активность использования российской стороной тактики штурмовых атак. Ну, то есть, когда российские солдаты атакуют украинские позиции без должной поддержки и обеспечения. Второе. Это редкая эвакуация раненых и погибших. Об этом писали много российских источников, что раненых часто бросают на поле боя. Да, отчасти это связано и со сложностью такой эвакуации в условиях наличия в воздухе вражеских беспилотников. В итоге складывается практика, что часто раненый российский солдат понимает, что за ним никто не придет и не спасет. А даже если придет и даже если спасет, то его, недолечившегося, все равно отправят потом снова черную такую атаку. Поэтому он предпочитает закончить жизнь самоубийством, а не медленно умирать на поле боя. Это все новости у нас на данный момент. Увидимся с вами через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова